Сегодня в Доме правительства Тувы прошел сбор по подведению итогов мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике за текущий год. В фойе здания традиционно была развернута спецтехника, применяемая в работе регионального МЧС. Кроме того, перед началом официальной части были подведены итоги первого республиканского конкурса «Безопасный лед среди детей». Кудрявцева Наталья, школа села Сизимко-Кемского района. Начальник главного управления МЧС Тувы Андрей Назаров отметил, что в этом году число погибших на водных объектов удалось снизить более чем на 50%. Спасено более 20 человек на дорожно-транспортных происшествиях и ликвидировано около 400 техногенных пожаров в Туве. Однако количество лесных пожаров в этом году увеличилось на 78%. У нас небольшой рост по сравнению с прошлым годом, но в прошлом году у нас было снижение на 20% по сравнению с общественным энергичным периодом. А в целом снижение по пожарам в пятилетней динамике, если брать, то на 16%. Кроме того, за этот год в четырех труднодоступных населенных пунктах республики установлена система оповещения, каждая из которых охватывает всех жителей местности. Большое внимание также в этом году было уделено развитию корпуса добровольной пожарной охраны. В 2017 году ставим задачу внедрить в проект «Я спасатель» – это добровольцы, кто первым окажется спасать жизнь людей. Вот такие задачи у нас в 2018 году. В 2018 году ведомство в первую очередь предлагает усовершенствовать единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, в частности, самих специалистов. Второе приоритетное направление – это внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который за считанные секунды информирует о чрезвычайных ситуациях. Продолжение следует...